Накануне в Баку в ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана активно обсуждалось развитие экономического сотрудничества между странами. В частности, Пакистан выразил желание присоединиться к проекту Баку-Тбилисикарс. Исламабад может использовать железную дорогу Баку-Тбилисикарс для перевозки различных товаров, сообщил глава МИД этой страны Хаваджи Мухаммад Асиф. Присоединение к данному проекту благотворно скажется на всех странах-участницах. Говоря о проекте Баку-Тбилисикарс, израильский эксперт Юрий Бачаров отмечает, что проект имеет не только региональное, но и мировое значение. Он положительно отразится на благосостоянии всего региона. Очень экономический проект. Если он будет реализован до конца, он принесет большую материальную выгоду всем странам, учащим в этом проекте. Вы понимаете, новая дорога, новое направление для товаров, для товарооборота. Для развития отношений это всегда плюс, потому что у государства появляются дополнительные деньги, дополнительные средства, которые могут быть, кажется, пущены на благо его народа. Поэтому, я думаю, запуск такого пути и реализация в полной мере, как говорится, повысит благосостояние всех стран, учащихся в этом проекте. И у этого проекта, опять же, в связи с открытием региона всего Ближнего Востока, как бы свободного от войны, это огромный грузопоток, огромный грузопоток. Так сказать, Ближний Восток, Европа, если он пройдет через Азербайджан, через Грузию, естественно, такой товарооборот принесет выгоду этим странам. Продолжение следует...